Еще не слышали об Elvingold? Это самый перспективный игровой проект с выводом реальных денег. Все очень просто, развивайте свой город и получайте стабильный доход. И выводите реальные деньги в любое время. Elvingold это уникальный 3D игровой геймплей, доход каждую минуту и моментальный вывод средств. Еще и ежедневные бонусы и 50 рублей в подарок, ссылки в описании. Вам всем известны все эти продукты, некоторые из вас даже умеют их готовить, но правильно ли? Часто способ приготовления того или иного продукта так входит в привычку людей, что о другом способе никто и не задумывается. И так получается, что обычные вещи мы едим неправильно. Многие из вас не любят брокколи, но это только потому, что вы их неправильно кушаете. Но от правильности употребления этой капусты ее вкус не поменяется, но вы получите намного больше витаминов. Ошибка в том, что в пищу идет только верхушка брокколи, а стебли наоборот выбрасываются, хотя именно в них находятся витамины С, А и К. Если вы любите покупать в Макдональдсе бургер с двойной котлетой, то в следующий раз попробуйте купить два бургера с одной котлеты в каждом. Так и больше соуса и больше булочки, а по начинке они никак не отличаются, еще и выходят дешевле. Я уже молчу о том, что так вы не измажетесь в этом бургере и в его соусе. Чеснок при разрушении, как и многие продукты, теряют витамины. В случае с чесноком это витамин С, но вместе с этим при разрушении чеснок выделяет алицин, вещество, которое препятствует росту грибов, бактерий и даже раковых клеток в организме. Именно поэтому большинство поваров советуют не нарезать чеснок, а давить его, чтобы пользы от него было больше. Если вам приходилось сначала открыть большой бургер с мороженым, а потом снова положить его в морозилку, то потом вы наверное замечали, что вкус мороженого уже не такой, а иногда даже появляется неприятный запах и привкус мяса. Просто перед тем, как положить мороженое снова в морозилку, выложите все в пакет. Многие едят суши совершенно неправильно, я имею ввиду, держат палочки совершенно не так, как нужно, или вообще используют вилку, а то и ложку вместо них. Посмотрите на эту, так скажем, инструкцию, и вы научитесь держать палочки правильно. Доширак. Казалось бы, только недоразвитый может есть доширак как-то неправильно. Что-то сложного, раскрой и залей кипятком, но оказывается большинство китайской лапши просто залить кипятком недостаточно. Нужно именно варить лапшу в кастрюле, но многие говорят так намного вкуснее. До сих пор идут споры, так как все-таки чистить бананы. Одни открывают с хвоста, другие с обратного конца. Ученые говорят, что нужно обратиться к обезьянам. Как они чистят, так наверное и правильно, а чистят они именно вот так. Вы может быть не знали, но ведерки с мороженым придуманы не для того, чтобы из них доставать мороженое ложкой, а для того, чтобы разрезать мороженое прямо в упаковке и кушать. Тем более ведерко сделано из мягкой бумаги. Жареное мясо на гриле может не только порадовать ваши вкусовые рецепторы, ну и вызвать раковые опухоли. В пережаренном мясе присутствуют два соединения, которые могут вызвать рак. Решение самое простое. Использовать термометр и не давать мясу долго стоять на огне. Мы привыкли есть китайскую лапшу прямо из коробки, потому что обычно делаем это на ходу. Но коробка этого восточного блюда скрывает секрет. Можно сесть за стол и сделать из коробки почти что настоящую тарелку, раскрыв ее. Таким образом, есть лапшу будет намного проще и удобнее. Ставь лайк, если любишь кушать, а-а-а, теперь ты по-любому обязан поставить подловил.